На этой неделе поставили точку в деле Кузьмичева. Вердикт суда 13 лет строгого режима, конфискация имущества и штраф. Так генерал, бывший министр внутренних дел, экс-глава таможенного комитета, теперь заключенный. Отвечать придется за контрабандную схему, которую он сам организовал и которую курировал долгое время. В этой контрабандной схеме фигурируют имена также бывшего президента Евгения Шевчука, а также Сергея Монталуцы. Но они друзьями были, да, Шевчук и Кузьмичев в свое время? Да, до определенного момента пока один не заработал больше, чем другой. Это как нам рассказал глава следственного комитета. Финансовый вопрос разделил дружбу. Как всегда деньги стали важнее дружбы. Но дело Кузьмичева это только одно из резонансных уголовных дел против бывших чиновников из команды Шевчука. Напомню, Юрий Гирвазюк, также друг Шевчука, бывший глава госадминистрации города Бендер и также экс-председатель таможенного комитета, уже отбывает свое наказание 10 лет строгого режима за контрабандную схему на биохимии. За решеткой также и бывший председатель ПРБ Эдуард Косовский. Ну и также в тюрьме сейчас находится и Сергей Монталуца. Как мы уже говорили, это также один из фигурантов этого дела о контрабанде. Ну, Кузьмичев, насколько я знаю, свою вину не признал. А вот Монталуца поначалу тоже не признавал, а потом год посидел в тюрьме и уже... Осознал и уже просил о помиловании. Просил о помиловании, но президент Вадим Красносельский в помиловании отказал. Так что придется Сергею Монталуце до конца сидеть в свой срок, а это 10 лет. Ну, еще раз, как Сергей Монталуцов во всей этой контрабандной схеме выполнял такую роль курьера. Он закрывал глаза на нарушение закона, на контрабанду, ну и также заносил деньги от предпринимателей в кабинет Кузьмичева. 13 лет строгого режима, конфискации имущества и штраф. Все это для Геннадия Кузьмичева, экс-министра внутренних дел и бывшего председателя ГТК. Так решил Тираспольский суд. Статья 185 «Контрабанда в составе организованной группы» и статья 220 «Незаконное хранение боеприпасов». Несколько томов, тысячи страниц. Все это криминальная летопись о контрабандисте Кузьмичеве и его друзьях. Следствие его вину доказало. Суд все подтвердил. С учетом характера совершенного преступления, активной роли Кузьмичева в совершенном преступлении, ему было назначено судом дополнительные виды наказания в виде лишения права занимать должности в законодательных, исполнительных, представительных органах, органах государственной власти Приднестровской Молдавской Республики сроком на три года. 25 января 2017 года. Допрос Сергея Монтолуцы. Под запись бывший начальник по борьбе с контрабандой рассказывает, как деньги брал и в каких суммах, от кого и кому передавал. В его повествовании не раз фигурировало имя одиозного генерала Геннадия Кузьмичева. «Было поручено мне их контролировать. Кем вам был поручен этот контроль?» «Геннадия Кузьмич. Дали, ну, протяжением где-то примерно полугода, не более, я думаю, где-то полгода не больше, эти товарищи предприниматели в кавычках работали. Да, под моим контролем. Ежемесячно рассчитывались, иногда раз в две недели, иногда раз в месяц, в зависимости от объема. Суммы были расчета в пределах от 50 до 200-250 тысяч долларов в месяц. У них были, так скажем, этапы становления. В этот момент шел этап становления. Они поэтапно развивали свою деятельность, соответственно, сумма росла. Начинали мы с одной, вырастали с другой. Денежные средства я получал либо в городе, либо вороной там получал. Я их передавал Геннадию. Суммы доходили до полумиллиона долларов наличными за раз. Расчет происходил в машине. Сам борец с контрабандой зарабатывал в месяц, как сам говорит, мелочевку. Для Монталуца это от 5 до 10 тысяч долларов в месяц. За откаты миллионы долларов наличными, через пункт пропуска Первомайск, избранные фуры с крупными партиями сигарет, элитного алкоголя, мясами не только, таможенники пускали сквозняком. Разработали и прайс-лист для незаконных преференций. Белка. Это на таможенном сленге белорусские сигареты. За их контрабанду предприниматели платили от 20 до 30 тысяч долларов. За элитку, элитный алкоголь от 15 до 30 тысяч. ТНП. Так обозначали товары народного потребления. 5-7 тысяч долларов. И это только часть контрабандных расцен. Из-за совместных таможенных игр Кузьмичева и Шевчука в начале 2015-го Украина запретила ввоз в Приднестровье под акцизных товаров через Кучурган и Платонова. Позже под санкции попал и ввоз топлива. В Приднестровье потеряла возможность зарабатывать на транзите под акцизных грузов. Законные пошлины и акцизы заменили откаты ГТК. Такая таможенная политика эпохи Шевчука и его друзей. За контрабанду в составе организованной группы Сергей Монтолуца получил 10 лет строгого режима. Спустя год после решения суда курьер Кузьмичева и Шевчука полностью вину признал, просил о помиловании. Сам Геннадий Кузьмичев в ходе процесса вину отрицал постоянно. Тем не менее решение суда есть. Кроме контрабанды Кузьмичева признали виновным в хранении боеприпасов. В его квартире нашли 6 ручных гранат. И не только. Согласно названному приговору, определено обратить доход государства 3 автомобиля Toyota Avensis, которые были приобретены на преступные средства Кузьмичевым лично. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Также 30 тысяч долларов США, которые были обнаружены по месту его проживания с матерью дома. Суд лишил Кузьмичева специальных званий и государственных наград. Все это он получил в эпоху правления Шевчука. Так бывший генерал-майор стал просто заключенным. По закону у Кузьмичева есть неделя обжаловать решение суда. Продолжение следует...